Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Вападом. Сегодня речь пойдет об очень интересной книге. Она на самом деле касается сюжета, который, ну, в общем, не очень характерен для современного общества. У нас все, что замалчивалось, оно сейчас по всему миру рано или поздно вскрывается. Да, не везде, да, не всегда, но вот постепенно процесс такой идет. Не то чтобы это такая гласность и такая всеобщая откровенность, да, но, по крайней мере, курс на признание ошибок, он есть. Он есть. Иногда маятник пролетает в нулевое состояние, да, нейтральное, да, и как в другую сторону заворачивается, да. Ну, то есть называется с перехлёстом, да, с перебором, причем значительным, да. Но вернемся к нашей книге Джули Ацука «Когда император был богом». Это трагический роман об истории, которая в Америке как раз замалчивалась. Это позорная страница американской истории. А у кого их нет? Поясните мне, пожалуйста. Конечно, есть. Ну, вот как есть, так и надо. Причем это сами американцы прекрасно признают. Ну, просто за более актуальными, как им кажется, возможно, сейчас и вообще всем читателям современным событиями и разборками, вот это как-то немножко отошло на второй план. А что же произошло? Как мы знаем, США вступило во Вторую мировую войну после нападения на Первый Харборг. Причем вступило так резко, сразу всей страной, там было очень большое, значит, массовое движение. Это не значит, что до этого их не призывали бороться с фашизмом. Еще как. И мы знаем, на этом есть много фильмов и книг об этом. Это не значит, что после этого сразу они развернули театр военных действий и тут же немедленно, значит, в общем, начались события кинофильма «Спасти рядового Райана». Нет, это, друзья мои, очень долгий процесс. И включал он в себя разные, в том числе перестройка экономики, в том числе огромную пропагандистскую кампанию, развернутую внутри страны, да, в том числе ажиотаж и панику, которая охватила людей. Ну, потому что даже если война очень далеко и театр военных действий уж никак не придет тебе домой, да, ты все равно чувствуешь себя не в своей тарелке. Как любой нормальный, не знаю, там, человек, обладающий эмпатией, да. То же самое произошло с американцами. И случилась довольно-таки страшная вещь с этнически японским населением Америки. Вы знаете, натурализовавшихся японцев было огромное количество. Они, как и китайцы, являлись частью большой волны эмиграции, которая со всего света создавала ту самую американскую нацию, которой вполне себе вправе гордиться Соединенные Штаты Америки. Почему? Ну, потому что это не просто плавильный котел, который вот тебя растворяет, жуть какая метафора, это какая страшная, да, сами подумайте, да. А действительно дает возможности, предоставляет право и возможность жить свободно, трудиться в достойных условиях и так далее. Зачем туда иначе японцы ехали-то? Это же не просто так вот произошло. А не поехали мне переселиться в США? А зачем туда ехали польские евреи? А зачем туда ехали ирландцы, шотландцы, индийцы, индусы, вернее, да, значит, афроамериканцы? Кто угодно. Потому что это и есть вот тот идеал, да, каждому предоставляются возможности. Приезжай, трудись и будь счастлив. Конечно, в жизни это было абсолютно не так. Но вот огромное количество японцев купилось на это и огромному количеству японцев это удалось. Они жили, это были нормальные соседи, это были те же самые американцы, ровно такие же, как другие, обучающиеся в тех же школах и колледжах, работающие на той же работе, что их соседи любого цвета кожи и любой стороны происхождения, что называется, можно так сказать, о человеке. И что же однажды произошло? А однажды началось очень нехорошее. В 1942 году начались странные такие вещи. Сначала вышло какое-то полицейское предписание этническим японцам не удаляться от дома дальше, чем на пять миль. Это как? Это вот я тещу навестить не могу съездить, да? То есть это у нас напоминает демократию, демократическое государство. Да, в состоянии войны эти японцы не являлись не то что шпионами, агентами или еще кем-то. Это были старики, женщины, дети, служащие, учителя, заводские, рабочие, дворники, садовники, не знаю кто, инженеры, интеллигенция, кто угодно абсолютно. Никогда не бывавшие в Японии, родившиеся уже в США, не важно. Вы представите себе, что произошло? Дальше больше какие-то другие зловещие вещи начались, которые касались ограничения общественных, ну, права на собрание, значит, общественную деятельность, какие-то ущемления в плане увольнения, конечно же, тут же пошли. Ну, понятное дело, бежать впереди паровоза, это не только черта определенных эпох, это всем свойственно. А далее, внезапно по всему городу, с этого, собственно, начинается роман «Когда император был богом», развешиваются листочки, приказ об эвакуации. Подождите, эвакуируются, это когда что-то страшное происходит, от этого надо убегать. От чего убегать японцам, а почему именно только японцам? Я имею в виду американских граждан, напоминаю, это были полноправные граждане, да, японского происхождения. А вот лагеря для интернированных, их якобы эвакуируют, вообще-то это по-другому называется, другими словами, но не будем сейчас бросаться обвинениями, да, еще раз говорю, а у кого не было в истории страны подобных вещей? Каждый продолжит, закончит мою мысль, как захочет. Вот, и их действительно согнали, буквально, значит, дав с собой собрать по чемодану вещей, что называется, вот, согнали, выселили из собственных домов, являющихся собственной, частной собственностью этих самых американцев японского происхождения, многие из которых никогда даже в Японии не были. И никакой император богом для них не был. И японского языка они все знали. Вот, неважно, согнали в бараки, поселили там как зэков, поселили там, значит, людей в страшных кучных условиях. Да, конечно, это не концлагеря. Да, конечно, их там насильно не убивали, значит, не убивали, не заставляли работать на износ, как это можно увидеть в списке Шинлера, да, это немножко другое, да. Но колючая проволока остается колючей проволокой. Возможность ходить в школу детям и работать, значит, взрослым остается, а дома, проданные за бесценок, у тебя просто отбирают твой дом и продают его с молотка. Это как? Да, на все замечательные Соединенные Штаты Америки, которые, на самом деле, я люблю, и историю которых представляет собой, как и любая история, такую зебру, да, там есть вещи, которые вызывают восхищение столетия спустя. Они действительно во многом были молодцы. Иногда. А вот здесь следует признать, что нет. Потому что один единственный губернатор одного из единственных штатов, к сожалению, я забыл его фамилию, значит, воспротивился этим приказам и сказал, что он своих японцев трогать не будет. Вот. Он, конечно, слетел со своей должности. Политическая карьера, значит, на этом закончилась его, да, но он один противостоял всем. Один на всю огромную страну размером с континент от океана до океана. Напоминаю. Ничего не напоминает? Напоминает, да, к сожалению, напоминает стипологическое явление. Это следствие массового психоза. Возвращаясь к судьбе наших героев. То, что вы прочитаете внутри, может вызвать слезы, может вызвать раздражение, может вызвать такие вот печальные эмоции, но это действительно судьбы конкретных людей. Да, сама автор, она этого не пережила. Она опрашивала людей, она читала книги, она изучала исторические документы. Может быть и хорошо. Поэтому история не скатывается в сентиментальность. Там очень много фактуры как раз того, что очень не хотят сейчас вспоминать различные, ну, скажем так, деятели. Не только американские, да. Потому что это неопровержимо доказывает, что все это было. Вот так оно и было страшно. В конце книга взлетает вот как трамплин на такой символический уровень. Там есть признание своих грехов, как, знаете, такой признательный документ, стилизованный под чистосердечное признание, который абсурдом опровергает сам себя. И ты понимаешь, что это просто типичный вопль человека, не понимающего, что произошло. А произошло вот это вот, вот такая вот страшная несправедливость. О детстве, в эпоху тоталитаризма, в военное время мы с вами знаем, ну, мало, я имею в виду о японском детстве, но знаем, да. У нас есть мультфильмы Миядзаки некоторые, которые очень... У нас есть прекрасный мультфильм Такахата, трагический до последней степени. То есть это будет реально страшно. Я имею в виду, конечно, «Могилы своих речков». Да, здесь история немножко мягче, но ужас, значит, омерзение и отчаяние людей, которые попали в такую ситуацию, его передать удалось в полной мере. И в конце, в большом интервью с автором Наталья Ломыкина об этом очень хорошо рассказывает, представляет нам картину не, собственно, каких-то преступлений, особенно в государственном масштабе, а вот сломанных человеческих жизней, которые как бы вот в расчёт-то не принимались. Это не отменяет, не отменяет, в общем, того, что должно было быть сделано. США вступили в войну, США разгромили союзников фашистской Германии, и преступления японских милитаристов, как называлось в советское время, они должны были быть наказаны и были наказаны. И слава богу, и это прекрасно. Но то, что произошло вот тут, в американской глубинке, это, конечно, понимаете, всё всегда происходит незаметно. Сначала японский чайный дом переименовывают в восточный чайный дом. Маленькая деталька, вывеску сменили, там же внутри те же самые работники, всё же то же самое, да? Потом ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то, и в конце концов ты оказываешься за колючей проволокой. И это, в общем, происходит в стране, которая гордилась своей свободой до этого, после этого и во время этого. Вот такая вот нелицеприятная вещь. И не значит, что роман антиамериканский. Не подумайте, пожалуйста. Наоборот, отчётливее оттеняется, за что стоит бороться, и как стоит строить, собственно говоря, политику по поводу прав и свобод человека, основываясь на таких горьких уроках истории. Ну что ж, когда император был богом, роман отчасти документальный, о сюжете я сказал очень мало, но надеюсь, что вы поверите мне на слово, что сюжет здесь достаточно актуален, да? То есть вы будете всё равно заинтригованы, зная, что, в общем, это не смертельное путешествие, которое заканчивается маленькой железной дверью, да? Которую так и не открыли перед белым бимом. Немножко история посветлее. И с финалом спасибо вам за внимание.